Жук ел траву, жука клевала птица, Хорёк пил мозг из птичьей головы и страхом переполненные лица ночных существ смотрели из травы. Природа вековечная до вильня соединяла смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства её. Вот так, друзья, быть настолько циничным, как бизнесмен Олег Дерибаско раскритиковал действия Банка России, указав на то, что они ведут к стагнации экономического роста и увеличению инвестиций в основной капитал. Нет, конечно, ему можно смеяться над бедными россиянами. Да, говорить, критиковать. Возможно, он готовится возглавить Россию, принять её из рук Владимира Путина. Возможно, это так. Машаха всея Руси. Возможно, возможно, это так, конечно. Но нам-то от этого не легче. Мы понимаем, да, что каждый из нас живёт за счёт кого-то другого. Ну, как и дети живут за счёт родителей. Старики потом надеются жить за счёт детей. А нет, не всегда это получается. А вот наши олигархи, наши преуспевающие айкюшные головы олигархов, хотя я бы засомневалась и очень даже посмеялась бы над их айкю, но неважно, они клановые олигархи, они семейные. И деньги получали не свои. Не потому, что из них кто-то семь пядей во лбу вылез на поверхность, как тот жук или жука клевала птица. А ещё лучше, хорёк пил мозг из птичьей головы. Это даже не это, друзья. Это просто банальное кумовство, которое процветает только в человеческом обществе. Здесь не по силе и не по уму деление идёт, а по вась-вась, по кумовству. И деградация, естественно, не заминула прийти в наше общество, потому что вась-вась и кумовство – это означает полнейшую деградацию, когда умные не могут выйти вперёд и повести за собой общество, и помочь обществу тоже не в состоянии. Потому что вась-васьки, они как раз и тянут туда, на дно, на болотное дно, в унитазы, в туалеты, к червям. И даже не к праотцам, друзья, а именно к могильным червям. Так вот, Олег Дерипаска, раскритиковав действия Банка России и указав на то, что они ведут к стагнации, экономического роста и увеличению инвестиций в основной капитал. В этой связи, по его мнению, ждать повышения благосостояния граждан и модернизации промышленности не следует. Но мы не ждём ничего. От Олега Дерипаски-то тем более, как это он так вдруг решил за народ замолвить словечко? Явно что-то хочет он. Явно, друзья, набивается в преемники Машиаха всея Руси. Олигарх сомневается в том, что регулятору своими действиями на российском крошечном финансовом рынке, это где же такой крошечный финансовый рынок, за счёт которого они все стали самыми большими миллиардерами всего нашего человеческого мира, оказывается, российский-то крошечный финансовый рынок. И так он сомневается, что из-за ставок по коммерческим кредитам в 9% удастся отсудить мировую инфляцию. Да народу плевать, какие там проценты в мировой инфляции тем более. Народу надо, чтобы он, Дерипаска, и все ижи с ним не грабили, не забирали себе всю нефть, все ресурсы нашей земли и экономики. Где же вы найдёте такую мировую инфляцию, которую выдержит? Ермо, аллигаторов на плечах народных. Как подчеркну Дерипаска, Центробанк сможет добиться лишь возвращения к стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста. Ну, гляди ты какой, экономист. А я-то думала, он просто чей-то сынок, а он, оказывается, ещё и об экономике рассуждает. И вот как он заявил. Значит, прощай, надежда, на повышение доходов населения. Прощай, надежда, на модернизацию промышленности. В общем, всё, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить. Но это я вам хочу сказать, прямо похоронную оду пропел он народу. Так надо это понимать. Значит, всё, что задумало правительство и написало программу, всё это блеф. И он об этом открыто заявил. Как отметил бизнесмен, при нынешней стоимости долга предприятие не в состоянии выпускать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты в связи с высокой стоимостью рабочего капитала, а также длительным экспортно-импортными операциями и необходимостью финансировать долгий инвестиционный цикл подготовки производства. По его мнению, укрепление рубля на этом фоне вызовет увеличение расходов. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиулина, инфляция в России будет наблюдаться ещё очень долго для борьбы с инфляционным давлением ЦБ взял курс на изменения монетарной политики ещё в марте, повысив ключевую ставку до 4,5%. В июле регулятор повысил её уже до 6,5%. Так что, друзья, не надейтесь ни на что. Инфляция в России будет наблюдаться ещё долго. И как вы видите об этом, сказала Эльвира Набиулина. Деньги сгорят. И как защитить ваши сбережения от инфляции? Да никак, друзья. Если это задумано государством, и государство для этого делает всё, что захочет, и тем более иногда время от времени вешает вам лапшу на уши о том, что не надо менять в доллары, потому что не будут принимать доллары к обмену. Враньё? Но враньё, которое, конечно, стоит денег для кого-то. Итак, для борьбы с инфляционным давлением ЦБ взял курс на изменения монетарной политики. Стоит отметить, что ставки по депозитам начали расти, хотя хранить на них средства в прошлом году было бессмысленно. А когда было смысленно? Были ли смыслы хранения денег в сберегательных кассах? Наряду с ключевой ставкой будут повышаться и ставки по рублёвым вкладам. Чем выше уровень инфляции, тем большую доходность может принести рынок капитала, заявил Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования жизни СК «Росгос. Страх. Жизнь». Но никогда бы я не слушала таких людей. Ведь совершенно у них другие ценности в жизни, не те, что у вас. И им нужно совершенно прямо противоположное от того, что нужно вам, друзья. Как отмечается, банковские вклады являются традиционно самым безрисковым инструментом, поскольку защищены со стороны Агентства страхования вкладов. И в этом мы сомневаемся. Мы уже сомневаемся во всём, потому что всем этим теперь руководят жулики, самые обычные жулики. Самым очевидным решением может стать покупка коротких ОФЗ со сроком покошения около одного года. А через один год? А что будет через год, друзья? Да, страна рухнет. Вот что будет через год. Всё будет по-другому. И деньги обесценятся. В сотню раз. Доходность к погашению по таким бумагам сейчас превысила 6,3%. Так отмечает Михаил Беспалов, аналитик капитал КСП. Эксперты считают, инвестиции в недвижимость консервативным вариантом. Но, естественно, только инвестиции в недвижимость могут сегодня спасти какие-то ваши деньги. Больше ничего. Но если золото, вы можете, конечно, набить свои стиральные машины и кладовки с золотом. Ну, хватит ли у вас денег, друзья, на такие покупки? Можно только посмеяться, да? Потому что действительно только инвестиции в недвижимость может немножко как-то вам помочь. Сохранить, сберечь ваши деньги. И классическим антиинфляционным инструментом являются валюта и золото. Валюту и валютные депозиты может позволить себе почти каждый. А вы возмущаетесь, что у вас денег нет? Не хватает вам пенсии? А видите, как думают олигархи и там Набиулины. Она тоже олигарх. Что вы можете себе позволить? Депозиты в валюте. А почему бы и нет, друзья? Пытайтесь, дерзайте. А над вами посмеются пересмешники. Дмитрий Питыгин, начальник инвестиционного отдела национального НПФ, назвал текущий период удачным временем для формирования защитной составляющей сбережений. Речь идет о валюте, долларе, валютных депозитах, валютных еврооблигациях, крупных российских и зарубежных компаний. Рубль, по мнению эксперта, самая привлекательная и высоко доходная сегодня валюта для россиян. Но для нищеты-то да, конечно, конечно, только рубль. Но неужели доллар для ваших бедных россиян будет привлекательной валютой? Олигархи, ага-га, пересмешники, посмейтесь над народом. Рисковые инструменты могут принести инвестору большой доход. Однако к такому способу заработка не следует прибегать тем, кто начинает свой путь. Только начинает свой путь в инвестировании. Речь, в частности, идет об инвестициях на фондовом рынке. Акции компаний, производителей сырьевых товаров и сельхозпродукции, аграрии, сети супермаркетов, производителей топлива, коммунальные сети, антиинфляционные инструменты с точки зрения долгосрочных вложений. Так что, друзья, пожалуйста, вперед, покупайте акции супермаркетов, коммунальные сети, производителей топлива. Почему бы нет? Покупайте и вперед. А над вами, как вы видите, смеются пересмешники. И Олег Дерипаска явно наметил свои лыжи в президентское кресло. А может, это и не только президентское кресло, но и кресло Мошаха. Войно, друзья, почему бы нет? Жук ел траву, жука клевала птица. Хорек пил мозг из птичьей головы. И страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природа вековечная давильня. Вот она, вековечная давильня, из-под которой никак не вырваться и не выбраться людям. Я не говорю народу, я не говорю быдлу, я не говорю простому человеку. Я говорю об обычном, нормальном человеке с хорошим IQ и с природными данными. Но где же выбраться из-под катка Олега Дерипаски и всеми ижи с ним? Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Бегите, меняйте деньги, граждане России. Сохраните хоть себе какие-то средства, хоть пару сотен, но сохраните. Сейчас же ограбят, заново ограбят всю страну.